Владимир Иванович, расскажите, пожалуйста, о вашем первом коротком метре, как назывался фильм и о чем он был снят? Ну, строго говоря, у меня было их три. Но если на мой выбор, то это мой дипломный фильм на высших курсах. Назывался он экзотически. Ну, как назывался, так и называется. И теперь. Он называется «Голос дракона в бездонном море». В общем, это любопытный был проект. Я снимал заявку для полнометражного фильма о Ерофее Хабарове. Вообще фантастическая история. Плюс была любопытная очень идея. И с китайцами даже переговоры вели. Попытаться найти компромиссный сценарий, устраивающий китайцев и нас, скажем. Потому что там противостояние было Манжуров и Хабаров. И снимать одно и то же. А потом кино искусство монтажа, как известно. А потом в монтаже сделать две картины. Две разные точки зрения на один и тот же процесс. И эта вся затея, она так двигалась. И все, я с МИДом общался. Потом меня, наконец, вызывают в МИД, когда уже так это на что-то было похоже. И говорят, нет, с китайцами отношения ухудшились все. Это практически сегодня невозможно. Но это все будет потом. Это я собирался сделать такую заявку на фильм. Конечно же, тогда было увлечение черно-белым кино. Но, в общем, скажем так, тень Андрея Рублева висела. Над всеми студентами? Над всеми, над многими. И, в общем, это, и не только. И еще с цветными такими вот фрагментами. Вот черно-белый кино в сочетании цветных. Ну, мода такая. Буквально, можно сказать, мода. Ну, да, естественно, искалась содержательная часть всего этого. Но, мода. И вот, в общем, в этом смысле, эта картина «Голос дракона» в тренде. Потому что она черно-белая. Я считаю ее стильной до сих пор. Она стильно снята. Там стильно сделаны декорации. Ну, мы же тогда в определенном смысле жили по сравнению с сегодняшними ребятами. Ну, не в тепличных. Тепличных никогда у нас не было. Но в благоприятных достаточно условиях. Потому что на студии был бюджет. Была студия, которая меня отправила на высшие курсы. Поэтому они мне предоставили возможность собрать и группу. Я фактически на этом фильме собрал группу, с которой я потом долго работал. Если не секрет, сколько человек входило в съемочную группу? А сколько длился, в принципе, съемочный период? И, может быть, какой-то бюджет? Как ты понимаешь, бюджет я знаю. Бюджет я точно знаю. Бюджет был. По тем временам эти деньги были приличные. 50 тысяч рублей. А если перевести сейчас, это примерно сколько? Это примерно сколько? Ну, не знаю. Я буквально же перевод это бессмысленный. Но это были вполне приличные деньги, на которые можно было построить декорацию, провести съемки на натуре, сделать костюмы. Но там был замечательный, смешной случай другой. Поскольку это все ведь... Хабаров, когда пошел с казачками осваивать Дальний Восток, вот, они, естественно, там должен был быть бизнес какой-то, выгода. И эта выгода была в мехах, конечно, меха. Вот. И они открыли такой меховой клондайк, можно сказать. Ну, меха, надо и показывать меха. И, в общем, ну, тогда как-то советское время написали письмо от студии, договорились с фабрикой меховой. И они дали мешок. Они носят мешок мехов. Очень выделка роскошная, разнообразная. И Чернобурка тебе, и Соболя. Вот такой мешок огромный, с мехами. Они, причем, бесплатно. Они не взяли за это денег ничего. Они дали на прокат. Вот. Но это все-таки... Там сумма была чуть не равна бюджету, я бы так сказал. Это там на какие-то бешеные деньги было этих мехов. Вот. И, значит, ну, а где хранится? И студия сказал, нет-нет-нет, мы на себя ответственность такую не возьмем. Мы хранить не будем. Зачем нам этот геморрой? Вот. И тогда оператор был у меня. Он говорит, ну, давай я возьму. А я сначала даже не понял, почему он вызвался. Вот. А он принес домой, и жену в мехах стал фотографировать. Он фотограф был хороший, оператор замечательный. Борис Шапира. Вот. И, значит, фотографировал жену в мехах, все. Потом наступила ночь, и им стала тревожность слегка. Когда железных дверей не было, вот. А деньги, за такие деньги грохнут человека, это просто за милую душу. И, значит, он на следующее утро смешком приходит, говорит, ты знаешь, мы целую ночь не спали. Давай, пожалуйста. Ну, дальше уже вариантов нет, и я взял себе. А я там снимал квартирку, дверь была, ну, ее можно было, ну, так вот, ткнуть и открыть. Ну, тогда как-то не было, все-таки криминальная становка немножко другая была. Вот. Но у меня там особой мебель даже в этой квартире не было. Я на полу спал, был матрас у меня на полу. И я, значит, а, еще мне тоже по дружбе, у меня коллекционер был знакомый, он сабля такой, такой клинок дамасской стали. Такая арабская сабля, красивая. Она у меня в сюжете была задействована. Ее Хабаров потом дарил китайцам, посольству китайскому. Вот. И, значит, я, значит, неделю где-то, да, это длилось где-то неделю. Вот вспомнил съемочный период сразу. Это длилось где-то неделю. Я, значит, укладывал под голову этот мешок, вот так под правую руку саблю. Вот. И вот так вот я, ну, в общем, спал, строго говоря. В общем, спал. И так вот я провел недельку в таких тревожных ожиданиях. Потому что, ну, это правда, это очень большие деньги. Ну, машина пять тысяч стоила, представляешь? Это очень приличные деньги. Благо сабля была под рукой. Понимаешь, вот, да. Ну, я был готов защищать и свою жизнь, и меха. А с утра приезжала машина, я грузил на студию. Ну, это красиво получилось. Она правда, картина красивая. Она вот, я до сих пор же люблю, да кто не любит черно-белое изображение. Вот. И цветные вставки там работают хорошо. Потому что там есть такой момент, когда Хабарову докладывают, что приехали китайцы. Он ни разу не видел, что за китайцы. Китайцы. Вот. И там его, так выскакивает, там они поссорились, он выскакивает на улицу. И вот после черно-белого такого изображения, жемчужного, и вот такой цвет. И они как райские птицы сидят. Там три китайца. Вот. Китайцы, и они как райские птицы. В общем, это было обоснованно. То есть впечатление, безусловное такое. Вот. Но, я не знаю, не хочется вроде сюжет рассказывать, но там, в принципе, сюжет с интригой. Потому что это все... Я в финале получил кадр, но ладно, я все равно расскажу. Потому что этот кадр мне делали, она на Свердловской киностудии. Мы дружили, ну, там мы все вместе были. Вот это очень важное качество. Мы там все, аниматоры, там же аниматоры сколько, Питкевич, Петров, ныне, Оскароносный. Вот. Оксана Черкасова. Вот. И мы с ними дружили. Мне надо было финальный кадр сделать. Ну, тогда не было компьютерной графики, по мини. Вот. Это 82-й год на дворе. 82-й год. И мне нужно было сделать кадр, как вот этой саблей, когда я так разрубаю, разрубаю лицо, так. Разрубаю лицо, там, персонажу, другу Хабарову. Он так падает, и сначала ничего не видно. Снег. Это в свете все идет. И жизнь так все идет. И кровище. Этот шрам расходится. Красный. Да, и кровища такая. Тогда такого кадра. Ко мне на Мосфильме выдающийся режиссер подходил. Как ты снял? Тогда на просмотр пришли. Тогда смотрели. Тогда режиссеры друг друга смотрели. И даже взрослые режиссеры смотрели. И меня этим вопросом. Как ты снял? Как ты снял этот кадр? Ну, тогда это было невозможно просто совершенно. А это как, ну, практически финальный такой кадр. Но снимали мы его часа два с половиной три. Гарик Леонтьев играл, человек. Зажали в тиски, и аниматоры рисовали по кадрам. То есть это была по кадрама съемка. Это была анимация. Он два с половиной часа. Но он, конечно, не мог так бесконечно. Но возникло такое подергивание судорожное. И, в общем, это даже улучшило эффект, нежели бы он спокойно просто лежал. И они вырисовывали вот по капельке, по скрипу, шрам этот. И они вот два с половиной часа все рисовали. Ну, тогда это все было так этим интересно заниматься. Звуки, все такая ручная работа. Вот каждый звук, вот в храп, коня, скрип, седла. Вот, это все там. Стрелу даже я, полет стрелы, я даже делал так. То есть в фильме ваш буквально... А потом, значит, да. У меня не было, название было какое-то другое. Но я к этому времени попал в Хабаровск и стоял на берегу Амура. И там был Китай. Я какое-то чувство такое испытал. Какое-то такое энергетика оттуда идет. Я хотел это передать как-то. И я тогда в редакцию вещания на Китай. Думаю, найду музыку китайскую. Поищу ему китайскую музыку. И я дня два-три там сидел, отслушивал бесконечные китайские эти всякие музыки, оперы. И вдруг вижу, ну, они мне дают там список, и вдруг вижу название. Голос дракона в бездонном море. Исполняется на инструменте цинь. Это струнный инструмент такой. Я думаю, ну, ставлю. И я понимаю, что это музыка из моего фильма. Я не знаю, что было сегодня по правам. Но это музыка пятого века. Это музыка пятого века. Теоретически я мог ее попросить исполнить. Мне же китайцы в конце концов озвучивали. Все, студентов нашли китайцев. Ой, мы так работали над этой картиной весело. И я потом так и назвал. Мне понравилось название. Голос дракона в бездонном море. Но нужно было получить этот звук. Вот мы с звукорежиссером, значит, вот, я там. И этим все мы занимались. Это же было интересно, жутко. Вот как получить вот звук? Я говорю, Витя, мне нужно что-то такое. Как будто дракон в глубине где-то шевельнулся. Он притащил трубы такие, шланги разные. Бочонок воды. Микрофоны туда-сюда. И мы продували этот вот. И вот этот бульк потом замедляли. И действительно, понимаешь, да? Вот этот пузырь. Долго-долго. Вот. И потом это замедляли. И, кстати, я первый. Потом вот Линча это было в обратную сторону прокрученная фонограмма. У Дэвида Линча это потом было. Вот. Вагон, иди со мной. Там вот. Я не говорю, что я там. Но я точно первым это сделал. Я пропускал обратно фонограмму. Вот. То есть актер говорил обратно текст. А потом мы его ставили в прямую. Понимаешь, да? Какой-то неестественный. А эффект такого вот. Ну, как у Дэвида Линча. Вот, ну, в этом самом вагоне, иди со мной. У него этот карлик разговаривает. Понимаешь, да? Актер произносит наоборот слово. А мы его пускаем потом в обратно. И у него с искажением получается речь. И получается такое странное. Ну, в общем, короче говоря, это была такая замечательная школа. Вот, в конечном счете. Столько удалось попробовать разных вещей. Практически это не считая площадки у Михалкова. Потому что это основная строгая школа. Я в ней ассистентом. Доработал на обломе на пяти вечерах. И потом стажером на родне. Это, конечно, основная была школа. Но вот школа самостоятельной такой работы. Вот эти там и монтажи, и с композицией кадры, и по стилю. Ну, в общем, мне до сих пор за эту картину совершенно не стыдно. Я считаю, что она вполне может выдержать даже сегодняшний показ. А если бы вы сегодня решили взяться за короткий метр, то в каком жанре вы бы снимали и почему? Не знаю. Все зависит от сценария, строго говоря. Вот не так давно я снял еще один короткометражный фильм. Света Вандарчук. Она устраивает много лет уже некий акцион такой. Приглашаются известные режиссеры. Они могут снять все, что угодно. Именно короткий метр. Вот. И я несколько раз принимал участие. Вот. Три раза. Пытался там разными путями что-то делал. Но однажды мы сняли прямо вот за день. Группу я собрал. У меня, слава богу, я в съемках был на бесах. И вот я группу поднял. И мы часа за четыре сняли такой, в общем, на пять минут сюжет. Но это была задача. Это специально было снималось. Нужно было. Я причем вместе даже со студентами мы придумывали какие-то детали. И сюжет вроде бы незамысловат. Называется «Кузнечик». Мальчишка побитый такой. Где-то во дворе подрался. Идет. Фактуру нашли Денис Аларкон. Такую нашел в Москве. Знаешь, тебе трамплин вот этот вот зимний. Вот этот летний как бы, да? И там такая фактура. Вот этот трамплин, как богомол. Там вообще такие дома. И тут же ручей. Тут же лесок какой-то. Фантастическое место. И вот мальчишка обиженный как бы во дворе. Избитый такой. Идет одинокий. Друзей нет. Спичечный коробок. Он начинает его пинать. Ну, кто из нас в детстве не пинал спичечный коробок? Все начиналось, вот гея вся, с коробка. Который идет и пинает мальчика. Я не знаю, возник такой. Потом ему что-то показалось, что он открывает коробок, а там кузнечик. И вроде бы не такой. Мертвый. И он, мальчишка, ну, никак. Мальчишка пошел его хранить. Роет могилку, значит. И вдруг он, тюк-тюк-тюк, строкает. И он коробочку открывает, а кузнечик ожил. И он, ну, хоп-хоп-хоп. И все. И мальчишка этот, кузнечик, это варежку. У него одну варежку порвали, знаете, на висюльках варежки. И у него друг появился. Вот такая история про то, как у мальчишки появился вот друг. Вот этот кузнечик. Идет счастливый пацанчик, у него варежка болтается. Там все эти кузнечики. Это вот, не могу сказать последнее, может, еще когда я ничего-нибудь сниму. Это вот такая, последний опыт, скажем так, работы в короткометре. Но я говорю, тут все зависит от того, должна быть какая-то история. Опять же, это может быть заказ, например, да, по случаю, как вот в случае с кузнечиком. Либо мне попалась бы какая-то история, которую невозможно ее не снять. Тогда нашлись бы какие-то средства, кого-то искал бы деньги и так далее, и тому подобное, и что-то бы снял. Но здесь нужны определенные обстоятельства, потому что я в работе, у меня не могу, у меня пауз-то, в общем, слава богу, нет. И поэтому, в общем, довольно трудно найти даже время, чтобы не снять ли мне короткий метр. Вот. А как вы считаете, какие перспективы у короткого метра в России? Бесконечные. Везде, во всем мире и в России. Короткий метр – это повод заявить себя, безусловно, совершенно безусловный повод, ярко. Вот, потому что вот мы же их учим, вот, вот продюсер, ты ему должен, не знаю, за минуту какую-то идею такую рассказать, поразить. В том, короткий метр, может показаться на фестивале. Это шанс заявить себя и получить, в общем, полнометражную картину. Не могли бы вы дать пять советов молодым кинематографистам? Значит, ну, первое и самое главное – это ошибка, которая совершается практически всеми. Не пытаться в короткий метр засунуть все идеи, которые в этот момент беспокоят и сидят в голове. Вот нужно очень хорошо понимать размер. Это все равно, что корабль, который вы загружаете, если вы перезагрузите, он утонет просто. И поэтому нужно достаточно точно понимать размер. Тут порядок даже не очень имеет значения, это не по ранжиру выстроенные предложения. Например, по моему глубокому убеждению, и только моему, стиль – это все. Вот стиль. Обязательно. Вот в кино стиль – это все. Это стиль съемки. Он должен перекликаться так или иначе со стилем работы с актерами. И вот это ощущение стиля, всего, света, ритма – это высший пилотаж. Вот это нужно воспитывать и стараться понять, что это такое. Мне было чуть легче, я все-таки архитектурный институт заканчивал, и у меня это в крови уже было. Чувство стиля у меня немножко было уже в крови. Как-то Михалков даже сказал, ты какое-то кино архитектурное снимаешь. Как можно раньше, с самого начала, задаться вопросом. Ну, понятно, сначала могут быть смутные идеи, это бог с ним, это такая часть смутная. Но вообще задаться вопросом, а про что кино-то будет? Вот про что я буду снимать кино? Ну, для кого как бы, тоже можно задать. Но вообще про что? Вот про что это в конечном счете будет? Это очень важный момент, про который ты забываешь. А про что ты хочешь, чтобы это было? Про любовь? Ну, про любовь – это общие слова. Про смысл жизни тоже общую. А про что вот конкретно, как любое произведение, включая преступление-наказание, можно рассказать довольно быстро. За 30 секунд можно рассказать сюжет, идею преступления-наказания, например. Ошибка. У кого-то есть природное вот такое чувство характеров. Вот у кого-то есть, как природный слух. Вот, как природный голос. Вообще-то в кино имеет значение, вот такое это природное какое-то свойство. Но обязательно работа над характерами. Вот обязательно. С актером сесть, я до сих пор этим занимаюсь. Приходит мне хоть Маковецкий, хоть Миронов, хоть кто. И мы начинаем продумывать, а что за персонаж? Как сидит, как одет. Ведь, понимаете, даже вот человек вот застегнутый на всех пуговицы, как Гринвей. Темная рубашка и пуговка обязательно. Это один. И вот так вот. Он вот так вот не сидел бы. Он вот так вот бы сидел. И манера говорить отсюда. Даже такая простая, я говорю, деталь. А оторванная пуговица, это уже совсем другое. Вообще, даже как одет, это половина характера человека. И это очень важно. Но иначе он картонный. И вот для того, чтобы объем придать, нужно обязательно продумать, сначала придумать персонаж живой. Который же потом с тобой разговаривал. Он скажет, который тебе может сказать, нет, ты знаешь, я, брат, так поступать не могу. Ты мне не таким придумал. Это не мой поступок. Вот если до этого его довезти, то это будет совсем хорошо. Понимаете, когда... Вот я Хичкока часто привожу в пример. Вот он с актером разбирает роль. Говорит, а каким поездом ты едешь из Пригода в Лондон? Тот говорит, Альфред, брат, у нас нет сценария, сцены ни поезда, ничего. Он говорит, нет. Вот давай мы с тобой сейчас придумаем. Каким поездом ты едешь, какую газету ты читаешь. И вот с этого, понимаешь, начнется, например, характер. И это очень важный момент. Нет характера, ничего не получится. Вот ничего не получится, имея в виду такое серьезное кино. Ну и знаете, тут совсем уж такое пожелание. Не надо забывать про радость творчества. Я недавно у Товстоногова нашел замечательную цитату, что прежде всего нужна радость творчества. Чтобы правильно понимать метод Станиславского, Товстоногов, Георгий Товстоногов, великий режиссер. Он говорит, нельзя забывать про радость творчества. Если не будет радости творчества, будет волонтаризм режиссерский. Вы можете заставлять делать себя, но это очень важный момент. Это все это обстонога, в которой внешне был такой вот серьезный, вроде бы, такой человек. А это очень важный момент. Это не значит, что с хихиканьями все это будет делаться. Нет, это имеется в виду вообще. И не хихиканье в принципе. А вот именно, чтобы это не... Ну да, муки творчества, это мы знаем, пусть они за скобками останутся, эти муки творчества. А вот чтобы это с азартом все делалось, тогда энергетика даже цифру пробивает. На пленке она точно фиксировалась. А вот, по-моему, и цифру может тоже пробить.